Христо, привет. Один из колонителей Беренкет. Слышим себя. Добрый день, Христо. Привет. Сейчас делаю письмо, если вы себя. Да, супер. Сейчас супер. Это мысли, давайте. Не совсем нормально, сейчас я с этим разберусь, да. У меня первый вопрос, Христо. Мы видели публикацию, которую сделал в социальных сетях ты, о том, что российские власти создали ЧВК, которая участвовала в Припяти. Что известно об этом? Что известно о роли частных военных компаний во время этой войны, которая продолжается уже 46 дней? Ну, вообще полная история требует подробного расследования. То, что мы получаем от наших источников внутри Вагнера, некоторые из них, которые уже не полностью поддерживают своих командиров, потому что видели некомпетентность и на себя испытывали вообще эту отсутствие стратегии, они нам рассказывают, что за несколько месяцев до начала войны были созданы огромные, ну, не огромные, но определенное количество новых мини-вагнеров, частных военных компаний, что большая часть из них сделана именно для заработок денег, потому что владельцы этих новых компаний, ну, из, скажем, антуража генералов ГРУ, генералов Министерства обороны, в данном конкретном случае, о котором нам рассказали, это реально мини-ЧВК, числится там не больше 300 человек, которое было создано одним из, ну, скажем, близких родственников генерала определенного, даже имя генерала, фамилию генерала мы тоже знаем, и вот она получила определенное финансирование, было распределено по белорусскому направлению, оказалось на... они должны были охранять там конвой, который ездил мимо... мимо... Чернобыля, и они застряли какое-то время в Чернобыле, и пришлось их расквартировать там, и для того, чтобы по минимуму вообще деньги тратить на них, расквартировали именно в препятствах. — Христо, а позволь, пока мы не ушли далеко от этой темы с ЧВК, а для чего в целом они нужны там? Неужели регулярная российская армия не справляется? Или, возможно, ЧВК выполняет какие-то особые поручения? Какая их роль и функция? — Здесь всегда есть два ответа по всем российским темам, к сожалению, в последнее время. Первое — это легендирование, для чего они должны выглядеть, что они нужны, и второе — какая реальная причина. Здесь легендирование именно для того, чтобы их действия не полностью отчитывались. Даже Кремлю не полностью отчитывались, потому что они не должны обязательно следовать правилам войны, законам, которые ограничивают определенные действия военнослужащих и так далее. Второе — что, конечно, их потери не будут включаться в общих статистиках потери, которые делают вычислительный центр к министерству обороны, и потом сообщать с огромной задержкой и сверху Кремлю, и публичное пространство. Так что это, скажем, легендирование, для чего они должны по военной доктрине России существовать. Вторая причина — это коррупционно, потому что им же владеют именно эти генералы, как и было из ЧВК Вагнер, там же формально показывается где-то, помелкивается, хотя отрицает свою причастность Пригожин, но реально деньги от выручки этого человека распределяются между генералами. Так что вот какая роль у них. — А скажите, Христо, да, вы сказали про роль Пригожина. Вот я не могу, мне самому интересно с начала войны понять его роль. То есть его там делали таким, да, кукловодом этой самой своей ЧВКшки, а потом на самом деле он куда-то отодвинулся. На самом деле он заправляет этим всем, или он просто такая номинальная фигура, и нет его на самом деле вообще? — Здесь надо сначала сказать, что примерно год назад он как-то выпал из любимых, из списков любимых героев Министерства обороны, ну, может быть, не Министерства обороны, а именно Кремля. И рассчитывать полностью на его кулируемое им ЧВК Вагнер, ну, музыканты они себя называют, они отказались, потому что были очень много проблем. Вы помните ситуацию в Сирии, когда он решил сделать частный заказ себе вместе с какими-то местными олигархами, чтобы там выиграть конкретно нефтенную дубичь от этого. И, конечно, это довело до очень неприятных последствий для самой России. Поэтому на протяжении там больше года создаются новые структуры, которые должна была вместо ЧВК Вагнер участвовать в международных конфликтах. Она была создана, у него имени нету, но она курируется напрямую, ну, спецслужбами. То есть там есть присутствие ФСБ, есть присутствие даже ФСО и ССО внутри Министерства обороны. Так, вот, именно это ЧВК было так, которое появилось в Украине еще за несколько месяцев, ну, может быть, за месяц до начала войны. Именно это ЧВК было послано в Киев, там определенное количество, чтобы убивать людей из списка. Но это им не удалось, потому что они были захватены, и они получили воздушную поддержку потом. Так что вот. А потом, когда началась война, начались эти наборы, дополнительные наборы во всех пабликах ЧВК, от имени именно того же Вагнера, музыканта Пригожинского, которые пытались как-то, ну, тоже попасть, взять для себя кусок этого торта военного, который, он не только деньги, которые заработаешь в реальное время, от того, что получаешь, там, ну, квоту министерских, денег Министерства обороны, ну, конечно, это длинные деньги, то есть это то, что ты доказываешь, там, передаешь, как результаты Кремлю, и потом рассчитываешь на какую-то оплату дальше. Так что вот, Вагнер Пригожина не было ключевой ЧВК в этом конфликте, но они тоже подключились где-то в начале марта. Христа, мы тут с момента Бучи не было вас у нас в эфире, хотелось у вас спросить, часто нам про инсайды рассказываете из Кремля, из силовых ведомств, что говорят в Кремле, знают ли они действительно, там, Путину сообщают о том, что было резня и геноцид в Буче, или он тоже думает и знает только то, что рассказывает российская пропаганда, о том, что это все фейки, дезинформация, и никаких страшных военных преступлений там не происходило. Какая вообще реакция в Кремле на случившееся в Буче? К сожалению, у меня инсайда нет по этой теме, и не буду выдумывать, когда его нет. Но можно здесь просто проанализировать на основе двух источников данных, которые есть. Первое, это были ли случаи раньше, когда такие подобные действия армии не докладывались в свет, да, было, было. В 2015-2015 году нам удалось послушать десятки тысяч звонков, которые были перехвачены СБУ, или какой-то из разведок Украиной, потому что мы делали большое расследование по обстрелу Мариуполя, которое было в январе 2015 года. Из этих всех прослушек было очевидно, потому что это были прослушки самих военных по всей цепочке, российских военных кадровых. Там было очевидно, что они не докладывают в Москву, когда у них есть такой большой ГАФ. Они не докладывают, когда они сами себя взорвали по ошибке. Они не докладывают, когда они застрелили какого-то пьяного подполковника своего. И потом это вписали вообще в отчет, как совершенно диверсионное действие украинских, властей и так далее. И когда были тоже очевидны для них попадания в гражданские дома, они тоже докладывали что-то другое сверху. И были сложные эти команды. То есть на местном уровне, на полевой командир говорит, ты расскажи вот так в Кремле. Ну не в Кремле, они называли в Москву, в центр. Так что вот, с одной стороны так, может быть и не доходит до Кремля. С другой стороны есть сейчас переклады, в котором очевидно, что есть как минимум тактические приказы не позволят каким-то эмоциям, не позволят каким-то законам войны мешать определенным тактическим целям. То есть конкретно слышно в этих звонках, что к гражданскому надо относиться, особенно когда они мешают или провоцируют, надо относиться как к обычным войнам. Поэтому сложно сказать здесь, конечно, в легальном контексте, когда это дойдет до суда, то сам факт, что есть массовость этой разни и есть такие звонки, в которых видно, что идут приказы не соблюдать определенные правила войны по отношению к гражданским, это само по себе доведет до ответственности Кремля. Знал ли Путин конкретно об этом, практически с правной точки зрения, абсолютно нерелевантно, потому что он должен был знать. Если не знал, то это еще одна вина обменяется ему, что он начинает войну с неразработченной вообще системой ответственности. Я понимаю, что как-то все действительно ведется война России, мягко говоря, странно. И вот один из элементов этой странности, то, что происходит на приграничных российских областях с Украиной. Я имею в виду то, что было в Белгородской области, а на днях случилось в Курской области. То есть губернатор говорит, вот мы за пару минут до вас обсуждали, что губернатор говорит, по нам идет какой-то обстрел, по нашей области идет обстрел. Потом никто это не подтверждает, никто это в то же время не опровергает. На самом деле это так или это не так? И почему это происходит? Почему так эта страна подается? Понялся. Ну, здесь мне кажется, что более логично, что это так. Реакция украинских областей по Белгородской теме, она более чем намекающая на то, что это они сделали. И это логично, потому что цель была, кто выигрывает от этого удара по нефтяной базе, это, конечно, Украина. И, конечно, называть, то есть отвечать, что да, это мы сделали, они не должны и не будут делать. А сама реакция российской стороны, которая это описывает, как, ну, какую-то подлую деятельность действия Украины, она тоже говорит о том, что это Украина, потому что невыгодно Кремлю, ну, говорить о том, что Украина так, ну, смогла это сделать. То есть, как была ситуация с Вагнером, с Вагнером, это история 33 Вагнеровцы, которые были помнены в Минске, и тогда не было выгодно Кремлю признаваться в том, что украинцы смогли, украинские спецслужбы смогли внедриться в российские, и поэтому то, что российская пропаганда признавала, это для нас было дополнительным аргументом, что это реально случилось. Так что, скорее всего, так оно и есть. Сейчас в Украине есть полное право защищаться, и особенно, когда обстрелы ведутся по инфраструктурам и стратегических центрах логистики, это вполне логично. Христот, позвольте, последний вопрос о Сергее Беседе, о ФСБшнике, который курировал направление Украины, о котором вы нам в прямом эфире рассказывали в предыдущие визиты к нам. Сообщает о том, что он был переведен из домашнего ареста в СИЗО, и сейчас также сообщается о том, что единое командование создано над этой спецоперацией, над этой войной, да, и теперь новый человек отвечает за украинское направление. Что вообще сейчас там происходит? Потому что всю информацию, которую мы знаем о происходящем с генералом ФСБ высокопоставленным и о всех перестановках, это исключительно ваши инсайды, инсайды Андрея Солдатова, официальная российская пресса молчит. Поделитесь с нами, какие там идут движения, что там вообще происходит? Потому что ничего не понятно. Ну, подтвердилось то, что мы еще тогда говорили, потому что были опровержения в российских СМИ и в, скажем, просил в таких пабликах в Телеграме, которые отражают внутреннюю кухню силдойков, которые, видимо, курируются кем-то приближенным к силдойкам. Тогда они отрицали, что с беседой все это было. Ну, какое-то легендирование прошло, что его вызвали просто на разговор, и что даже был слив о том, что он арестован только так, только чтобы понять, кто дает эти сливы, то есть какая-то цепочка утечек. Ну, вот сразу после этого мы пытались до него дозвониться, я рассказывал, вам кажется, его телефон отключен уже две недели, так что вполне нелогично, что он участвовал в какой-то спецоперации самих собственных шефов. Ну, вполне подтверждаются слова Андрея, что он перешел, скорее всего, до сих пор задержан. Здесь интересно, что происходит с теми людьми, которые, он же не был одним, там было, как я вам говорил, больше 150 офицеров ФСВ, которые занимались украинской линией, да. Какова их судьба, что с ними сейчас происходит? Вот, мы буквально сегодня и вчера я этим занимаюсь, могу сказать, что значительная часть из них, ну, если не арестованы, то точно не работают уже ФСВ, так что чистка точно прошла, но через пару дней надеюсь, что сможем публиковать что-то более конкретное об этих, судьбе этих людей. Да, спасибо. Спасибо, Христо Грозев, что были у нас, вы были очень приятно с вами общаться.